знаете где вип места самые лучшие места в этом домике догадались вот прекрасно супер насест еще и можно покушать комаров подъесть и свежий воздух и не жарко красота не подсматривай я все вижу а 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 и у Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока не принесу зелень, кричат, просят, зовут... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня отдельно отсажены петушки Это молоденькие петушки Этим петушкам Некоторым 3 месяца Некоторым 2 Здесь разного возраста петушки Они у меня отсажены отдельно Живут вот в таком домике Кому интересно, как его сделать Заходите, смотрите видео Ссылочку оставлю сверху Кормлю я этих петушков Зерносмесью Кукуруза И пшеница Кукуруза битая И целая пшеница Зерносмесь у них находится В бункерной кормушке И кормит их В то время, пока меня на даче нет Отсаживаю петушков я Для того, чтобы Курочки Быстрее занеслись Чтобы их никто не тревожил Чтобы им Доставался корм Потому что, как правило Петушки самые шустрые Самые первые Все съедают Поэтому петушков я отсаживаю И так делаю каждый год Вот это красота Классно им Улеглись все И лежат Выбрали на солнышке полянку У них есть тенечек Но индюки Выбрали солнышко Наелись травы И отдыхают Вот для сравнения Курица И индюки Большие, конечно Они уже Два месяца Боится курица Индюков Почему я очень люблю Садить лук Под зиму Потому что Этот лук Еще растет Который летний Вот летом я сажала А под зиму Осенью Обязательно Надо посадить Пару рядочков Потому что Вот смотрите Он уже готов Этот лук Созревает Раньше И прекрасный лук А этот Еще растет Он еще наливается Он еще растет Вы же знаете Как проверять Готов лук Или нет Когда он созрел Если начинает Полегание Вот смотрите Вот две луковицы Вот эти Они уже готовы Вот когда начинается Полегание Листьев Значит лук готов Вот Но Это только Две луковицы Из всего А это еще Все растет Наливается Несмотря на то Что здесь Уже мы видим Большая луковичка Есть Лук еще Продолжает расти Еще ни в коем случае Его рвать нельзя Пока стоит Зеленое Перо Не ложится Лук еще растет Вот такие Хорошие Набираются Луковицы будут Это Лук Который Посаженный Весной Вот А тот Лук Который Мы с вами Сажали Осенью Уже Уже Полег Уже Его можно Собирать Вот Такой Лук Смотрите, что я вам сейчас покажу. Это орех фундук. Посмотрите, сколько его много. На всех ветках. Смотрите, здесь сколько. Все ветки отсыпаны этим фундуком. Этот орех растет у меня возле курятника. И здесь у меня растет два ореха. Вот чтобы хорошо плодоносил фундук, ему нужно сажать пару. И у меня посажены рядом два фундука. Это орех фундук караманевский, а рядом орех трапезунт. Вот. Рядом орех трапезунт. А вот это караманевский. Но, но, сразу говорю, его нужно обрезать. Не пускать его вверх очень сильно высоко, и тогда меньше орехов. Второй орех у меня трапезунт. Вот он над курятником. И здесь, сами видите, орехи есть, но не в таком обилии. Потому что, видите, я его пустила специально, чтобы он давал тень курятнику, и он пошел расти в высоту. А этот орех караманевский я подрезаю, и поэтому на нем много орехов. Орех посадили рядом два ореха для хорошего запыления. И тогда он хорошо плодоносит, когда рядом два ореха, два фундука. Иду с ведром за яйцами, и что-то меня никто не встречает. Все накормлены, напоены. Трава есть, зачем бежать, спрашивается, утруждаться, да? Я иду за яйцами. Я иду к вам за яйцами. О, еще какая-то снеслась, слышите? Зачем, спрашивается, олынь? В гнездо занесли. Так, открываю. Ну, вот такой вот урожай. Вот сколько яиц снесли курочки. Что-то вижу не сильно много. Начинаю собирать. Так, а кто у нас тут несется? Так, красавица наша. Вот курочка коричневая. И все. Пока все. 6, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 15. 21, 24, 27, 28, 29, 30. Тридцать один, тридцать два. Тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. Теплое в руке. Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. Тридцать девять, сорок, сорок один. Ой, какое маленькая. Какая-то курочка выносится. Сорок два, сорок два, сорок три. Сорок четыре, сорок пять. Сорок десять, горячая. Тридцать шесть. Горячая. Сорок шесть. Сорок семь. Горячая. Сорок семь. Так, ты снесла яйцо или в разведку приходила? 47 Едят кур яйца, смотрите, в желтке перья, где-то под насестами несутся и едят яйца. Здесь нету, ой, а там кто-то есть. А нет, это просто заживало полынь. Так, теперь у нас еще металлическое гнездо. Так, здесь у нас 47. Ого! Класс! 48 49 50 51 51 52 53 54 55 55 55 Так, мусора, а перьев? Проверяю в этом гнезде очень много перьев, но квочек мне ни в коем случае не надо. Так, ищет вчерашний день. Там курица несется. Чего ты к ней пошла? Иди сюда, иди, иди сюда, иди сюда. Вот, заходи сюда, смотри, 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 там никого нет. Заходи, 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 там никого, всё, нет. Только там, где ты хочешь, или ты ищешь просто яйцо скушать? Где бы скушать яйцо? 55 яиц, тоже неплохо, тоже отлично. Молодцы! Ну вот, смотрите, курица в желтке. И ещё на какой-то ломан сэнди я тоже видела желток. Ну, десяточек, наверное, съели. 55 яиц за три дня. 55 яиц за три дня. Очередь в гнёзда. Принесли яйца все. Давайте, давайте, несите яйца. И посмотрим, у этих курочек они сидят у меня отдельно. Здесь шёлковые, раукана, петуха раукана и вот такие шёлковые красоточки. Они живут вот в этом домике. Смелая эта курочка. Так, а я иду смотреть яйца и отвлекаюсь по дороге. Вот ещё какие есть тут шёлковая, белая, красивая. Открываем гнёзда и смотрите, яиц нет. Яиц нет вообще, даже помесной нету. Неужели они начали опять нестись под домиком? Это нехорошо. Но закрывать низ домика я не хочу, потому что под домиком в очень сильную жару они прячутся от солнца. Ну, значит, вот это всё за три дня пятьдесят пять яиц получилось. А тут гарем. Гнёзда собрал всех вокруг себя и любуется сидит. И сидит с собой любуется. Гнёзда собрал всех. Гнёзда собрал всех. Гнёзда собрал всех. Гнёзда собрал всех. Гнёзды собрал всех. Гнёзда собрал всех. Субтитры создавал DimaTorzok Распустилась ароматнейшая лилия. Очень пахнет, как французские духи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Индюкам поставила большую кормушку. И еще подняла на высоту кирпича. Индюк высокий и должен кушать так, чтобы ему было удобно кушать. И тогда смотрите, как с аппетитом кушают. Большая, высокая, взрослая кормушка. Эту кормушку мы делали сами. Это самодельная бункерная кормушка. У меня есть видео, где мы подробно показываем, как ее можно сделать. Здесь сверху, в этом уголочке, я оставлю ссылочку. Вот такая красота получилась. Здесь у цыплят много места, они могут спокойно ходить, передвигаться, бегать, прыгать. И у индюков тоже ничего не поменялось. У них такое же большое пространство в помещении. Днем они в основном ходят на улице. В помещение они вообще не заходят. А помещение им нужно только для ночлега. И когда плохая погода. Очень удобно индюкам кушать с такой высоты. Я поняла, что эта труба-вытяжка будет для них самым любимым местом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok